В небольшой по музейным меркам выставке уместилась практически вся столетняя история становления армии. Сотрудники Музея обороны Брестской крепости сделали акцент на мирные жизни солдат и офицеров. В экспозиции рисунки, книги, уставы военной службы, исторические документы, которые были обязательны для изучения во времена Советского Союза. Поскольку основная тема музея более подробно раскрывает тему событий Великой Отечественной войны, здесь материалы, которые касаются именно предвоенной жизни, жизни солдата, в восприятии солдатам вооруженных сил, службы своей, их отношение к этому событию. Это все отражено в фотографиях, в рисунках, в воспоминаниях, в строках их писем. Любителей военной фалеристики заинтересует раздел, посвященный системе поощрения военнослужащих Красной Армии. Это различные знаки, отличия. Это медали, ордена, которые существовали в Красной Армии уже к началу Великой Отечественной войны. Саму тему Великой Отечественной войны мы раскрываем здесь только фрагментарно. Здесь представлена фотография наших воин-освободителей в Берлине, на улицах освобожденного Берлина в мае 1945 года, а также скульптура воин-освободителей в Трептовпарке, которая является символом победы. Раздел о современном этапе развития вооруженных сил создан совместно с 38-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. Десантники предоставили образцы формы современной военной документы. Экспозиция «Во имя Родины» пробудет в Музее обороны до конца мая и сменится выставкой, посвященной Стражам границ, которая откроется к профессиональному празднику – Дню пограничника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова